Всем добрый вечер. Скажите, меня слышно? Отлично. Мы с вами начинаем ровно в 20.00. Отлично. Всем меня хорошо слышно. Добрый вечер. Дорогие друзья, сегодня у нас школа новичка номер один. Но в самом начале я хочу сказать о том, что произошло с нашим проектом на прошлой неделе. На прошлой неделе наш международный проект бизнес новой эпохи изменил, немножко изменил свой логотип. Не просто изменил, а он расширился. Сейчас я вам его покажу. Он у нас стал вот таким. О чем это говорит? Это говорит о том, что наш проект сегодня – это огромный проект, который очень уверенными шагами идет в завтрашний день. Потому что посмотрите, сколько уже команд, которые уже в этом проекте работают, присоединились к проекту. Давайте поаплодируем всем присоединившимся командам, потому что вместе мы сила, которая возьмет, я думаю, что любой Эверест. Замечательно. Сейчас о нашей школе. Сегодня у нас школа новичка номер один. И первый вопрос, который у меня есть в чат, это, пожалуйста, если есть новички, поставьте единички. Я хочу видеть, есть у нас сегодня начинающий или нет. Новички, поставьте, пожалуйста, единички. Отлично. Еще есть новички? Ну, я думаю, что они появятся попозже, да? Хорошо. Ну, один есть. Есть еще. Сняются замечательно. Я думаю, что они появятся попозже. Сегодня на нашей школе «Ваши возможности в интернет-проекте бизнес новой эпохи» мы с вами узнаем о том, за что платят деньги, у вас появится цель, видение, вы узнаете, что необходимо делать, вы узнаете о нашем маркетинге, как проходит обучение. План нашей встречи такой, мы с вами немножко познакомимся, поговорим об этапах нашей жизни, поговорим о мечте, как без мечты. И я уверена, что если бы у вас не было мечты, то сегодня у вас бы не было на этой встрече. И о том, как же исполнить свои желания с проектом «Бизнес новой эпохи». Ну и знакомство немножко о себе. Меня зовут Светлана Васюкович. Я сотрудничаю, как интернет-предприниматель сотрудничаю с нашим проектом уже давно. Успела получить свои награды, премии. И мне есть чем с вами поделиться. Вот на этом слайде вы видите основатели нашего проекта. Это фотография исторические, которым уже несколько лет. Но я хочу сказать, что я разместила одну из фотографий с нашими основателями проекта, с Розанной и Кириллом Голубь. Потому что когда-то на одной из конференций им было вручено право, доверенно вернее право, вынести флаг нашей страны на сцену. Это было право, доверенно только самым лучшим лидерам. Поэтому я хочу сейчас, чтобы вы поаплодировали нашим основателям проекта, с которым мы с вами сотрудничаем и будем зарабатывать деньги. А сейчас мы с вами поговорим о нашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне в чате, какая у вас есть специальность или профессия. Наверняка каждый из вас учился и получил эту профессию или специальность, или еще где-то учится на свою профессию. Напишите, пожалуйста. Мне очень интересно это знать. Не стесняйтесь. Юрист, фельдшер. Еще кто есть у нас? Какие еще есть у нас профессии? Логопед, секретарь, учитель. Замечательно. Инженер-строитель, модельер, акушерка. Посмотрите, какие люди собрались у нас. Химик-инженер. Отлично. Бухгалтер. Почему биолог? Да. Почему я об этом спрашиваю? Потому что следующий у меня вопрос. Скажите, пожалуйста. Смогла ли... Да, будем обращаться друг к другу, действительно. Смогла ли эта профессия помочь вам приобрести финансовое благополучие? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос теперь. Если да, то поставьте плюсик. Если нет, то поставьте минус. Ну или да, или нет, напишите. Да, да, да. Можно и так. Вот смотрите, что получается. Получается, что большому количеству людей специальность не помогла. К сожалению, практически всем. А ведь вы вкладывали время в то, чтобы получить эту специальность. Вы учились. Вкладывали свои усилия. Многие учились пять лет. Вот я, например, училась пять лет, потому что я по образованию инженер. Я по образованию инженер, конструктор, машиностроение. Закончила я Омский политехнический институт. Три года отработала на заводе и поняла, что так жить дальше я просто не хочу. Вставать по будильнику. Вот вы видите здесь на слайде будильник разбитый. Вот это была моя мечта, когда я ходила на завод, на работу, разбить этот будильник. Потому что одно дело, когда ты просыпаешься утром, потому что проснулись твои внутренние часы. А другое дело, когда ты просыпаешься утром, потому что звенит будильник, и ты хочешь или не хочешь, а тебе нужно вставать и куда-то идти. Независимо от того, какая на улице погода. Мало того, что вставать по будильнику, еще нужно от звонка до звонка находиться на рабочем месте. Отдыхать не тогда, когда вам хочется, а по графику. Я поняла, что это жизнь не для меня. Я на завод больше не вернулась. Отработала три года и сказала заводу и всем остальным предприятиям до свидания. Я начала искать себя в чем-то другом. Мы с мужем перепробовали очень много в традиционном бизнесе. И когда я уже узнала о том, что есть другие возможности, то я решила, что попробую. И риска никакого нет, и у меня получилось. О чем сейчас я расскажу и вам. Вот здесь тоже на слайде вы видите, что даже в самую плохую погоду всегда есть дверь. Счастливое будущее. И вот у нас сегодня с вами как раз такая дверь откроется. Сразу хочу сказать, что нет никакого смысла пытаться помогать людям, которые не помогают себе сами. Наверняка вы знаете огромное количество людей, которые ждут помощи от государства. Знаете? То есть они тешат себя иллюзией на то, что государство их защитит. Государство им будет платить пенсии достойные. Государство будет давать им субсидии. Государство будет оплачивать им транспорт. Государство будет оплачивать им отдых. Наверняка вы знаете таких людей. Я знаю таких людей очень много. Вы знаете, если честно, я хочу сказать, что как только я ушла с завода, я горжусь тем, что я на все и на транспорт, и на квартплату, и на отдых зарабатывала себе деньги сама. Вы знаете, я этим горжусь. И когда мне говорят, Света, тебе нужно оформить субсидию, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Сейчас всем, оказывается, можно оформить субсидию. Если человек не может помочь себе сам, то помочь ему не сможет уже никто. Он постоянно будет искать причины и какие-то отговорки. И мне очень нравится вот эта фраза, что невозможно заставить подниматься по лестнице человека, если он сам не желает подниматься. Как бы вы его не толкали, в конце концов, он все равно на вас свалится. Это абсолютно точно. Но есть хорошая новость. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Опять же скажу, что есть очень много людей, которые живут в прошлом. Смакуют это прошлое, не хотят выйти из него, постоянные воспоминания, страдания, вот как было хорошо, сейчас все не так, вот плохо. Это нужно что-то новое делать, я не хочу, я хочу, чтобы было все так, как было раньше. И по этому поводу у меня для вас есть очень интересный анекдот, который наверняка вы все знаете. Когда у старого дедушки спрашивают, дедушка, ну скажи, а когда было лучше жить? Сегодня или раньше? Дедушка говорит, конечно раньше. А почему дедушка? Да потому что девки были молодыми. Я думаю, что вот очень многие те, которые страдают по прошлому, они, наверное, как раз вот как этот дед. Они вспоминают о том, что они были молодые, о том, что все давалось легко, без усилий, вот хотят по-прежнему жить так же. Но, к сожалению, сегодня в жизни очень многое изменилось. Если сегодня мы с вами не изменимся, если сегодня мы не будем с вами принимать во внимание то, что происходит в окружающей жизни, то в жизни нашей ничего не изменится. Если мы с вами сегодня будем стартовать по новым условиям, то я уверена, что у всех у нас с вами будет финиш очень красивый, замечательный. Сейчас у меня к вам снова вопрос. Вот напишите, пожалуйста, в чате, что изменится в вашей жизни, если у вас будет дополнительно 1000 долларов ежемесячного дохода и свободное время. Вот кто мечтает о том, чтобы у него дополнительно было 1000 долларов и свободное время при этом? Напишите, что изменится в вашей жизни. Мельчаки есть? Напишите, пожалуйста. И бойтесь. Уровень жизни. А как уровень жизни? Вот это общая такая фраза, уровень жизни. Для всех она разная. Вот поясните, пожалуйста, что конкретно в вашем уровне жизни? Уровень жизни, качество жизни. Да, я любопытна, Нинель. Вот хорошая одежда, отдых. Совершенно верно. Потому что если говорить уровень и качество жизни, не обосновав, как конкретно, то тоже можно провести сравнение. Вот вы знаете, очень много людей, которые сидят на скамейке, на улице, и они считают, что это достойный уровень жизни. Пока они сидят, жизнь идет. Путешествие, дострою дом, будет своя квартира. Свобода, финансовое путешествие. Замечательно. Знаете, вот я сейчас смотрю на то, что вы действительно это все пишете, это говорит о том, что вы сюда пришли не зря. Это говорит о том, что вы действительно хотите иметь свободное время, вы хотите это свободное время тратить не для того, чтобы работать на кого-то, а тратить это свободное время для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Я думаю, что это так. И у меня для вас есть подарок. Подарок для вас – это наш международный интернет-проект «Бизнес новой эпохи». Вот такая замечательная коробочка зелененького цвета, перевязанная красной ленточкой, в которой есть все. Единственная ваша задача – все оттуда взять, из этой коробочки. У нашего проекта также есть миссия – воплощать мечты людей. Это очень шикарная миссия, потому что сегодня очень много людей не могут воплотить свои мечты. А мы говорим о том, что воплощать мечты людей собираемся. Почему это важно? Потому что очень много людей, которые не желают самому себе помочь. Кстати, хотела привести вам пример и забыла. Кто из вас летал в самолетах, наверняка помните о том, что в самом начале полета, когда выходит стюардесса, она выносит маску, выносит надувной спасательный жилет и рассказывает, как этим всем пользоваться. И если вы помните, то она говорит такие слова, особенно тем, кто летит с детьми, что в начале вы одеваете маску и жилет на себя, а уже потом на своего ребенка. Это говорит о чем? О том, что если вы в начале будете делать для кого-то, то сами погибнете и того не спасете. А если сегодня вы будете в первую очередь спасать себя, вы не только себя спасете, вы еще и вытащите следом за собой других людей. Поэтому наша вот эта миссия воплощать мечты людей, она сегодня очень и очень актуальна. Помоги себе сам, помоги людям осуществить все их мечтания. Сегодня мы с вами поговорим о том, как мы работаем. В нашем проекте мы работаем через интернет. Если говорить про интернет, то говорить о нем можно сегодня много и долго, потому что практически вся наша жизнь переходит в интернет. Мы уже покупаем билеты в интернет, мы покупаем одежду в интернет, мы покупаем бытовую технику в интернет. Я вот лично сейчас говорю про себя, потому что мы, вот все, что я перечислила, мы все покупаем в интернете. Я даже платье, вот последние 2-3 года я все себе платье покупала только в интернете. Вы знаете, удивительно то, что они там умеют даже правильно выписать размеры. Я просто-напросто беру метр портовский, обмериваю себя, сравниваю с тем, что они написали, и еще ни разу ни одного платья не вернула. Мне все подошло. Если говорить про интернет, то сегодня интернет – это не только продажи, это не только покупки, но это еще и бизнес, это еще и возможность зарабатывать деньги. Если мы говорим про наш проект, то мы говорим с вами еще, что в нашем проекте мы работаем без финансовых вложений. Нет финансовых вложений. То есть не нужно вносить первый взнос, который пойдет на оплату чьих-то там услуг или усилий. Но у нас есть вложение усилий. Усилия вкладывать, конечно же, нужно, потому что если вы ничего не будете делать, если вы не будете вкладывать свои усилия, то, естественно, что никуда не продвинетесь. Мы работаем без продаж. Мы работаем без продаж, и это очевидно, потому что мы в интернете невозможно бегать с каталогом, не раздавать листовки. Мы действуем совершенно другими методами, о которых вы позже узнаете. У нас бесплатное обучение. То есть вы сегодня уже находитесь на бесплатном обучении. Сегодня у вас первая встреча в школе новичка, и она абсолютно бесплатная. Вы можете совмещать работу в нашем проекте с работой, которую вы еще где-то не оставили. Или можете совмещать работу в проекте со своей учебой, с чем угодно. Можно совмещать работу в проекте с воспитанием детей. Можно совмещать еще с чем-то, от чего вы не хотите отказываться. Это все абсолютно реально. Потому что вы работаете в удобное для вас время. Вы сами выбираете это время, когда вы будете работать. За что же платят деньги? Как работает наш проект? Ну, наверняка, каждый из вас пользуется косметическими средствами. По словам, косметические средства. Я понимаю и проговариваю обычно всем, это не только губная помада и тушь для ресниц. Косметические средства – это уход за телом, это шампуни, это краски для волос, это пена для бритья, если мы говорим о мужчинах, это мыло. Наверняка все вы все это себе и в свою семью покупаете. Так вот, мы с вами просто меняем розничный магазин на свой интернет-магазин. Представьте себе, что вы открыли свой собственный магазин, допустим, решили продавать молоко. Вы открыли магазин, в котором вы будете продавать молоко, а за молоком ходите в соседний магазин. То есть вы зарабатываете деньги на том, что продаете молоко чужим людям, помогаете им приобретать молоко, а сами приобретаете для себя, своей семьи молоко в другом магазине, и тем самым помогаете тому предпринимателю, который открыл этот магазин, зарабатывать себе деньги. Да, было бы совершенно верно, было бы нелогично. К сожалению, очень многие люди задают такой вопрос, а можно вот, чтобы я работал в проекте, но себе покупал где-то в другом магазине. Нет, этого нельзя делать. Мы просто-напросто меняем розничный магазин на свой интернет-магазин. И в итоге получается, что мы с вами зарабатываем деньги на том, что люди моются, купаются, красятся, хорошо выглядят, а мы с вами от этого хорошо живем и осуществляем свои мечты. Откуда же деньги в проекте? Этот вопрос, я думаю, что волнует очень многих, особенно тех людей, которым мы предлагаем. Они все время боятся, потому что думают, что это, ну, может быть, сейчас есть такое модное слово, лохотрон какой-то очередной, там какая-то вот МММ, пирамида. На самом деле деньги в проекте нам выплачивает компания. Компания «Орифлэйм» платит нам за организацию товарооборота от 3 до 24%. Каждый участник проекта меняет свой обычный магазин на интернет-магазин «Орифлэйм» и строит свою сеть таких же участников, приглашая их через различные ресурсы интернета. Сейчас мы с вами поговорим про маркетинг-план, в котором очень хорошо и наглядно показано, что нужно делать и за какие объемы продаж, какие деньги нам будут платить. Я показываю вам маркетинг-план для Украины, но так как у нас международный интернет-проект, и мы сотрудничаем с разными странами, поэтому в каждой стране есть какие-то свои нюансы маркетингового плана, поэтому нужно их обязательно узнавать, прежде чем предлагать бизнес для другой страны. Итак, давайте с вами посмотрим, о чем здесь написано. Ну, сразу скажу, что есть такая вот у нас бал-бонус, условная единица, которая присваивается продукту в зависимости от его стоимости. И чем дороже продукт, тем больше баллов-бонуса. Объемы продаж – это цена продукта без НДС. И вот сейчас мы с вами поговорим, что если вы сделали 150 баллов-бонуса, это соответствует 1100 гривнам или 41 доллару, это значит, что вы получаете 6% от объемов продаж, это примерно 66 гривен. Я говорю примерно, потому что, ну, редко, когда бывает такое, что человек попадает именно в 1100 гривен, то есть больше денег, больше процентов соответственно. Если же вы сделали 3700 гривен, а это соответствует 137 долларам, это уже 500 баллов-бонуса, вы получаете 9% от объемов продаж, от 3700, и это примерно 330 гривен. Если же вы делаете объем продаж 7330 гривен, это 271 доллар, примерно, это 1000 баллов-бонуса, вы получаете 12% от объемов продаж, и это примерно 800-1200 гривен. Если же вы делаете 14660 гривен, а это примерно 543 доллара, 2000 баллов-бонуса, это уже 15%, и вы получаете 1500-2200 гривен. Здесь уже тоже идет примерно, потому что все зависит от того, какие объемы продаж вы делаете. Следующая ступенька – это 26665 гривен, это примерно 987 долларов, это 3500 бонус-баллов, это 18%, и ваш доход уже 3400, 4500 гривен. 21% – это 5500 баллов-бонуса, это 40315 гривен, это 1493 примерно доллара, и это соответствует ориентировочно 5-7000 гривен. И 24% – 7500 баллов-бонуса, 62300 гривен, это примерно 2300 долларов, и зарплата, доход ваш от 8000 гривен и выше. Я смотрю, здесь пишут, что нет маркетинг-плана, да? У кого еще нет маркетинг-плана? Напишите, пожалуйста. Есть. У кого нет, значит, вам нужно выйти и еще раз зайти в комнату. Я думаю, что у вас все появится. Если же вы выходите на групповых 7500 баллов-бонуса, это 24%, первый раз, то вам присваивается звание старший менеджер. Если же вы в 8 каталожных периодов выдерживаете этот уровень, 7500 баллов-бонуса, то вы получаете еще премию 1000 долларов единоразово за выход на уровень директора и получаете звание директор. Вас приглашают на специальное мероприятие, где вас чествуют. Ну, и я думаю, что это уже достойная зарплата, это уже достойный доход. Но самое главное, что нужно помнить, это то, что эти деньги вам компания выплачивает не за месяц, а за 3 недели. Кого-то впечатлили эти цифры? Скажите, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. Вот кто знает, где сегодня платят деньги больше, чем полторы тысячи гривен? Ну, наверное, я не знаю, может быть в Киеве где-то вот у нас еще есть такие зарплаты, что от 5000. Но мне кажется, что во всех мелких городах, там, где сейчас закрывают производство, там, где сейчас каждый человек ходит под сокращением практически, я уверена, что таких денег они не получают. Единицы. Скорее всего, что единицы. И вы знаете, вот если говорят о том, что, допустим, что у нас в городе есть завод НКМЗ, да, говорят, что средняя зарплата, к примеру, там, ну, 4000 гривен. Что значит средняя зарплата? Это значит, что уборщица получает 1000 гривен, минималку, скажем, да, там 1200, а начальник цеха, директор завода получает сумасшедшую цифру, и если все это соединить и разделить, то, конечно же, получится, что уборщица потеряется в этом. Да, если платят, то на работе нужно жить, совершенно верно, мы с вами тоже еще об этом поговорим. Я так поняла, что эти цифры вас впечатлили. Но это еще не все. Это еще не все, потому что вот на этой таблице, здесь я показала вам то, какие доходы можно получать больше. Потому что то, что мы с вами только что увидели в предыдущем слайде, вот я сейчас даже вернусь к нему, это все, это первая ступенька вашего бизнеса. То есть это ваша стажировка, грубо говоря. Все, что вы делаете до 24%, это ваша стажировка. То есть вы учитесь делать собственный бизнес, а вам за это уже платят деньги. И бизнес начинается, я всегда говорила, с уровня 24%, с выхода на уровень директора. Как только вы ходите на уровень директора, то ваш месячный доход, вот здесь посчитано в долларах, ваш месячный доход в долларах примерно 1100. Месячный уже не раз в три недели, а уже в месяц. И вы получаете премию единоразово 1000 долларов. Если же вы помогли еще одному человеку достичь звания директор, вы считаетесь старший директор, вам присваивается звание старшего директора, ваш месячный доход в долларах 1600 уже получается, и вы единоразово получаете премию 1500 долларов. Если же вы помогли двум вашим партнерам выйти на уровень директора, то вам присваивается звание золотой директор, ваш доход месячный уже 2500 долларов, а премия за звание уже 2000 долларов. Если же вы помогли трём, то ваше звание уже старший золотой директор, ваш месячный доход 3300 долларов в месяц, и премию за звание вы получаете 3000. Если вы вырастили четырех директоров, то ваш доход в месяц уже 4500 долларов, и вы получаете премию 4000 долларов. Если вы вырастили шесть директоров, вам присваивается звание бриллиантовый директор, вы получаете в месяц уже около 7000 долларов, и вам компания единоразово выплачивает премию 6000 долларов. Да, мы не только строим бизнес себе, но мы ещё, как в самом начале я говорила, помогаем воплощать мечты, помогаем людям тоже построить свой собственный бизнес, и именно за это мы начинаем получать наши с вами деньги. Я не буду по таблице рассказывать дальше, я думаю, что вам всё наглядно видно. Вот самое главное, чтобы вы поняли, что доход в месяцах, первая колонка – это в долларах, и премия за звание в долларах, вот вы видите, до миллиона. И мне повезло быть свидетелем того, как этот чек вручался на сцене. Это было на конференции в Италии, в Риме, когда на сцене вручался именно этот чек в миллион долларов. Поэтому это абсолютно реально. Вот такой у нас план успеха. Здесь, конечно, очень мелко и очень плохо всё видно, но здесь видно, вот в долларовом выражении видно, какие премии получают люди, которые выходят на разные директорские директора, на разные уровни. Если вам захочется увидеть его более подробно, я думаю, что это всё возможно, вы сможете зайти в свой личный кабинет, и там всё это найдёте и внимательно посмотрите. Теперь мы с вами поговорим о том, как начисляются деньги. Мы поговорили о маркетинг-плане, мы поговорили с вами о том, какие деньги платятся, а теперь поговорим о том, как начисляются эти деньги. Компания зарегистрирована во всех странах, где имеет представительство согласно законодательству этой страны. Я всегда говорила об этом, что компания, прежде чем прийти на какой-то рынок и работать, она вначале изучая законодательство этой страны, для того, чтобы все люди, которые будут сотрудничать с компанией, чтобы они все были законопослушными гражданами. Мы работаем исключительно в правовом поле, никаких веб-кошельков, только официальный договор, акт оказания услуг, выплаты на ваш расчётный счёт в любом банке, осуществляющем свою деятельность на территории страны, где зарегистрировано ваше индивидуальное предпринимательство. Трудовой стаж засчитывается, потому что вы индивидуальный предприниматель, вы оплачиваете налог в пенсионный фонд, вы также оплачиваете процент дохода, установленный в вашей стране. И таким образом, вы тоже, в принципе, по возрасту можете получать вашу пенсию. Теперь подробности об оформлении. В самом начале, конечно же, вы регистрируетесь в наш проект, и вам присваивается индивидуальный номер, который передаётся по наследству. Вот это тоже очень-очень важно, потому что не каждый бизнес можно передать по наследству. Особенно если вы где-то работаете в наймах, попробуйте по наследству передать своё место. Я думаю, что это абсолютно нереально. 2-3 месяца вы пробуете свои силы, применяя наш опыт и знания, используя бесплатные онлайн-инструменты, то есть, грубо говоря, проходите стажировку, как я и говорила, по лестнице, которую я вам показывала маркетинговой, 124% вы проходите стажировку, при этом вам ещё компания оплачивает деньги. Нет, одновременно в разных странах предпринимателем быть нельзя. Я увидела сразу по ходу вопрос, я вам отвечаю. Вы имеете право отформить предпринимательство в той стране, в которой вы для себя выбираете, а со всеми остальными странами вы просто оформляете международное спонсирование, вы работаете, и деньги вам всё равно перечисляются. Итак, дальше. У вас всё получается. Вы выходите на хороший доход и оформляете индивидуальное предпринимательство, открываете свой расчётный счёт, оформляете договор с компанией и получаете свои заработанные деньги каждые три недели. Обратите внимание, пожалуйста, что каждые три недели. Ещё такой важный момент, что сразу договор заключать не нужно. Его заключаете вы уже на выплату уже заработанного дохода. Поэтому в тот момент, пока вы проходите стажировку, вам индивидуальное предпринимательство оформлять не нужно. Это ещё раз доказывает о том, что вы ничем не рискуете. Да, совершенно верно, Андрей. Одно предпринимательство и все 50 стран ваши. И вот сейчас я распечатала свою бухгалтерскую справку, которую мне выслала компания. Вот для тех, кто ещё не верит в то, как работает с нами компания или не знает, вот я показываю специально этот отчёт. То есть компания нам отчитывается о своих выплатах, о наших выплатах, ну, о выплатах для нас. Вот такие бухгалтерские справки приходят на электронную почту. Мы их распечатываем и просто храним у себя. Но по большому счёту эта бухгалтерская справка нужна для отчёта в налоговую, если это нужно. Причём здесь, вот посмотрите даже, вот увеличьте, что написано. Написано, за что такие деньги перечисляются. Вот кто видит, за что перечисляются деньги? Там очень важные слова написаны. Видно? Хорошо? Оказаны услуги по поиску, привлечению потенциальных покупателей товаров предприятия, курированию потенциальных и привлечённых предпринимателям, не просто очень мелко, плохо видно, существующих покупателей товаров, вот обратите, пожалуйста, внимание, что где здесь в бухгалтерской справке написано, что я продавала товар. И везде написано, что я привлекла потенциальных людей для того, чтобы они покупали товар, который предлагает нам компания. Чётко в этой справке всё это написано. И желаю вам таких же справок, как можно быстрее, кто ещё не получал ни разу. Теперь поговорим о наших действиях. В чём же заключаются наши действия? Личное потребление продукции с постоянной скидкой 20%. Это обязательно, используя тот ассортимент, в котором нуждается ваша семья. Но про ассортимент я могу говорить не просто долго, я могу говорить вечно, потому что я очень люблю, я пользуюсь только этой продукцией уже очень много лет, я пользуюсь всеми её сегментами, и ароматами, и аксессуарами, и уход за кожей. Вы знаете, благодаря уходу за кожей, несмотря на мой возраст, мне все по-прежнему говорят девушка. Если вдруг кто-то назвал меня женщиной, я даже обижаюсь. Это всё благодаря нашей замечательной продукции. Декоративная косметика. Ну, я вообще очень люблю декоративную косметику. Это и на фотографии очень хорошо видно. Я люблю, чтобы было много помады, чтобы было много всего. Люблю я это всё. Я думаю, что мы живём в таком регионе, где все женщины очень любят декоративную косметику, и мы этим, честно говоря, славимся на весь мир. Но это же здорово, что мы любим быть красивыми. Даже наши бабушки ещё, я знаю, что свеклой мазали щёки для того, чтобы придать румянец. Уход за телом и волосами. Уход за телом и волосами. Без этого ухода не может жить, я думаю, что ни один человек. Вот у нас здесь в чате есть мужчина. Мужчина, напишите, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, плюсики те, которые пользуются шампунями, которые пользуются гелями для душа, которые бреются. Мужчины у нас в чате есть. О, сразу видно, Кирилл точно пользуется. Ребята, ведь это действительно так. Все мы пользуемся. И когда кто-то из мужчин говорит, что меня косметика не интересует, интересует ещё и как. Потому что вы ей каждый день пользуетесь. И, конечно же, наша всеми любимая продукция для здоровья. Велнос. Это мой самый любимый спектр продукции. Почему? Потому что благодаря этому продукту мы забыли, что такое простуда. Мы вообще забыли, что такое, честно говоря, болезни. У нас пользуется этим продуктом вся наша семья. Абсолютно вся. Даже маленькая, у нас есть маленькая собачка. Мы тоже ей даём омегу-3, потому что у неё проблемы с сосудами. И доктор сказал, что ей нужно что-то такое давать для увлажнения сосудов. Я спросила, говорю, а можно давать омегу? Он мне говорит, но если у вас есть такая возможность, то было бы неплохо. Так что даже собаки даём. Не говоря уже про маленьких детей. Поэтому запомните, пожалуйста, что ваши действия начинаются с личного потребления продукции с постоянной скидкой 20%. Для того, чтобы вы знали, какой же продукт вам приобрести, у нас есть замечательные анонсы каталогов, у нас есть замечательные выступления наших спикеров. Следите за школой. Я думаю, что вы обязательно узнаете и обо всём ассортименте. Да, попала в хорошую семью. Она случайно попала. Отвлекусь чуть-чуть от темы. Дочки её подарили. Дочка её подарила нам. А мы её лечим. Наши действия заключаются ещё и в следующем. Просылка информации о возможности дохода в интернет как можно большему количеству людей. Я думаю, что это одно... Ну, как бы нельзя сказать, что это одно из основных. Потребление продукции очень важно. Это как бы есть конкретно вот те действия, которые нам нужно делать. Что же конкретно нужно делать? Это приглашать людей в друзья, высылать им информацию о нашем проекте, ставить статус о работе, оформлять партнёров в проект. Скажите, это сложно? Скажите, сложно, молчите все. Поставьте какие-нибудь значки. Сложно или нет? Вот делать вот такие действия. Общаться с людьми в интернете, приглашать их к друзьям, рассказывать им о нашем проекте и оформлять их в наш проект. Совершенно верно. Это абсолютно не сложно. Но это нужно делать. Это нужно делать. Конечно же, ещё обучаться. Вот сегодня очень многие из вас написали, что у них есть специальность, профессия. Ведь каждый из вас учился. Учился, вкладывал свои усилия для того, чтобы получить эту профессию, для того, чтобы потом она вас содержала. Точно так же и у нас. Так как для вас это будет совершенно новое дело, естественно, что нужно обучаться. Но обучение, как я уже говорила, у нас бесплатное. Вы получаете опытного наставника, спонсора, который заинтересован вас научить. Очень заинтересован. Я уже доказала эту заинтересованность тем, что показала наш маркетинг-план. То есть чем больше вы вырастите директоров, чем больше вы поможете людям выстроить свой собственный бизнес, тем больше будет доход у вас. Поэтому у нас каждый спонсор – это такой наставник, который очень заинтересован вас научить. Самая главная ваша задача – это обращаться к вашему спонсору и выполнять все его задания. То есть если он вам выслал на почту что-то, нужно обязательно почитать. Если он предложил вам что-то срочно сделать, значит нужно обязательно это сделать. Если же вы не сделали то, что он порекомендовал вам сделать сегодня, считайте сразу же, что вы отстали на год. Если вам спонсор сказал, что это нужно сделать сегодня, это нужно сделать сегодня. Запомните это правило. Обучающая рассылка. Обучаю очень многому именно по видеоинструкциям. Мне очень нравится с ними работать, потому что она у меня есть на экране. Я что-то начинаю делать, почитала, посмотрела, как это делается, выключила, сделала. Ага, у меня не получилось. Все, я, значит, видеоинструкцию включаю, возвращаюсь, опять включаю то, что я слышала, но не услышала. Еще раз прослушиваю, снова делаю. В конце концов, у меня все получается. Вы знаете, вот благодаря таким инструкциям очень легко работать, очень легко делать те действия, которые от нас требуются. У нас есть скайпчат для получения мгновенных ответов на ваши вопросы. Если вы еще не в скайпчатах, попросите ваших директоров, чтобы они вас туда добавили, потому что это действительно ответ на вопрос, который у вас вдруг появился совершенно в какой-то момент. Вы даже не ожидали, что у вас появится этот вопрос. Вы не можете связаться с вашим спонсором срочно, или вы, допустим, не можете срочно найти ответ. Для этого у вас есть скайпчат. Всегда можете там найти свои ответы. Только, пожалуйста, нужно эти вопросы писать. Не стесняться. Вот очень многие, я знаю, что стесняются писать вопросы, потому что думают, что, ну, не думают, а боятся, что о них подумают плохо, что они глупые. Это неправильно. Все вопросы нужно в чате обязательно прописывать, и вам обязательно дадут на них ответы. Не нужно бояться быть глупым. Нужно бояться быть бедным. Я думаю, что это правильно. Школа для новичка. Школа для новичка. Вот на одной из таких школ сегодня вы присутствуете. Школа новичка, которая называется «Ваши возможности в проекте». Их пять. Я думаю, что кто пришел сегодня, прослушайте все пять. В каждой школе будет рассказываться. Я сегодня вам даю как бы вводную такую информацию. А на каждой из школ уже более подробная информация о том, как сделать личный товарооборот, и о том, как начать работать, о том, как создать почту, о том, как создать странички в социальных сетях. Обо всем, обо всем на школах новичка у нас рассказывается. Поэтому я рекомендую новичкам не пропустить, обязательно пройти все пять школ. И самое главное, что наше обучение абсолютно все бесплатно и все онлайн. По поводу обучения онлайн, вы знаете, я хочу сказать, что когда я работала оффлайн, то у нас была проблема собрать людей на обучение. Потому что, как правило, это было вечером после работы. Женщина, которая после работы хочет идти домой, ей нужно идти на обучение, ей хочется на это обучение. А она не знает, как мужу сказать, потому что муж может не понять. И вот вечером приходит вся такая воодушевленная, с горящими глазами, муж не верит ей, что была на обучении. Да, такие моменты бывали у нас. Женщины бросают обучение в онлайн. Чем хорошо, тем, что вы можете делать что-то, что вы должны в это время делать, когда идет обучение. И вы можете параллельно слушать, вы можете параллельно смотреть. Вам это совершенно никак не мешает. Ну и сейчас немножко похвастаюсь. Немножко похвастаюсь, потому что хочу сказать, что в нашем проекте, благодаря сотрудничеству с компанией Reflame, есть замечательная возможность путешествовать. Скажите, пожалуйста, кто работал где-то на производстве или в каких-то компаниях? Скажите, когда вам давали отпуск? Вам давали оплачиваемый отпуск, то есть не отпуск и деньги, а вот конкретно вам сказали, что вот мы вам даем уже оплаченную путевку за границу, поезжайте, хорошенько отдохнете, наберетесь сил, поживете в пятизвездочном отеле, поплаваете в Средиземном там или в каком-то там Эгейском море и вернетесь, снова приступите с новыми усилиями за работу. Скажите, существует такое? Вот я смотрю, уже люди улыбаются. Я так думаю, что, наверное, никто из вас, вот те, кто где-то работал в наймах, скажите, было такое или нет? Было. Вот видите, как? Жанне повезло. Но в основном это большая-большая редкость. Хочу сказать, что компания, да, и вернетесь, а дома тоже зарплата. Совершенно верно. Скорее всего, что больше, что еще отпуск выбить надо. Я тоже, вот я вспоминаю, когда я работала на заводе, там отпуск был по графику. И если тебе график падал там, допустим, на какой-то период, когда тебе это совершенно не нужно, но ты все равно должен идти в отпуск, потому что у тебя график. А мы сами решаем, когда нам отдыхать. Мы сами выбираем для себя время. Если нам хочется уехать отдыхать зимой, мы отдыхаем зимой. Если нам хочется летом, отдыхаем летом. Тогда, когда нам хочется. И вот эти фотографии, те, что вы здесь видите, это как раз вот в таких конференциях, с отдыха, благодаря которым я смогла увидеть очень большое количество уже стран. И хочу еще сказать, что здесь вот на двух фотографиях есть я с дочкой, с моей, со своей дочерью. Благодаря моему сотрудничеству я смогла на 17 лет подарить моей дочери поездку в Грецию, в Афины. Подарок ей такой на день рождения сделала. Еще на одной фотографии, вот там, где я в синем платье, это я дочери сделала подарок. Я взяла ее с собой на конференцию в Рим, в Италию. И в подарок подарила ей поездку в Венецию. Правда ведь здорово своим детям делать такие подарки. А когда мы были в Греции вот на 17-летие, я купила ей шубу. Подарила ей шубу, которую она выбрала в Греции, в Афинах. Здесь нет фотографии с Мальты. Они были в самом начале, там, где я в розовом платье. Но тоже вот у дочери моей был день рождения тоже в этот период. И я ей подарила поездку на остров Сицилия. Мне очень, не как маме, очень приятно, что я своему ребенку смогла сделать такие подарки. Да. И вот еще есть я на фотографии, вот здесь вот, где в полосатой тельняшке. Это у нас был такой вот круиз. Круиз был просто необыкновенный. Вот нас тоже в 2017 году ожидает новый круиз. Но если тот круиз был шикарный, то я думаю, что тот круиз, который будет в 2017 году, говорят, что он будет еще шикарный. Мне даже трудно представить, что там будет. Потому что когда я попала на лайнер, который нам предоставила компания, у меня было такое ощущение, что я попала в рай. Потому что там все включено. Все абсолютно. Хочешь кушать, иди кушать. Хочешь чай, иди пей чай. Хочешь быть на суше, иди на суше. Ну, когда корабль останавливается, естественно. Хочешь в эти гейзерные бассейны, пожалуйста, иди туда, с горячей водой причем. Но у меня было такое ощущение, что я действительно попала в рай. Особенно если учесть, из какого я региона, что я из города Краматорска в 2014 году. После всего, что мы пережили, я попала на этот корабль. Это действительно у меня было ощущение, что я попала в рай. Я настолько благодарна за это компании, настолько благодарна за это моему сотрудничеству. Вам рекомендую тоже обязательно попасть на круиз, который будет в 2017 году. Для вас это абсолютно реально. Нужно только захотеть и сделать. И вот на следующем слайде мы с вами уже будем подводить итог. Вот если вы видите, здесь написаны такие вопросы. Вам есть откуда получить наследство? Или вы ожидаете получить наследство? У вас 2, 3, 4 работы? Сколько же можно еще работать? А когда же жить? Я знаю, что очень много людей, которые, работая на основной работе, вечером где-то еще подрабатывают, потом где-то ночью ходят еще куда-то дежурить, но при этом при всем еще параллельно еще и пенсию получают. Скажите, ребята, можно так жить? Я вообще не представляю. Вот я, например, сегодня утром, скажу вам, что вот сегодня утром, когда проснулись, у нас весна поменялась на зиму. Я на лоджии делала зарядку, выглянула в окно, смотрю, на остановке стоят люди. Я просто проснулась, не по будильнику. Я просто проснулась. Я делала зарядку на моей любимой лоджии, где у меня круглогодично зеленые цветы. И стояла, смотрела на эту остановку, где стояли, ежились люди, которые ехали на работу. Вот этот вот холодный ветер, мокрый какой-то снег. И мне их так жалко стало. И так стало хорошо на душе себе любимой, потому что я могу себе позволить после того, как сделала зарядочку, принять душик, позавтракать и сесть за свой любимый компьютер. Ребят, ну я думаю, что после всего, что я сегодня вам сказала, я думаю, что все-таки каждый из вас, наверное, выбирает создание собственного легального бизнеса в интернет-проекте «Бизнес новой эпохи». Кто со мной согласен? Кто выбирает? Кто выбирает бизнес в интернет-проекте «Бизнес новой эпохи»? Замечательно. Ребят, это правильный выбор. Я уверена, что этот выбор себя с достоинством окупит. Но сразу хочу сказать, что, пожалуйста, вот здесь я написала без финансовых вложений. Но вы не забывайте, что вложения в этот бизнес обязательно должны быть не финансовые, а ваших усилий. Да, очень многие сегодня говорят о том, что мне трудно. Очень многие говорят, что я в интернете не разбираюсь. Так разберитесь, потому что за интернетом будущее. Сегодня в начале нашей встречи мы с вами уже говорили, что люди уже практически все покупки осуществляют в интернете. Если сегодня вы не научитесь делать то, чего вы еще не умели вчера, то вы потеряете даже то, что вы имеете сегодня. Лучше не будет, будет только хуже. Пожалуйста, услышьте мои слова. И все-таки в конце я вам снова предлагаю, что поднимите руки за создание собственного легального бизнеса в интернет-проекте «Бизнес новой эпохи» без финансовых вложений, но с вашими усилиями. Благодарю за внимание. Желаю вам всем успехов в проекте. Не забывайте, что завтра будет школа номер 2. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...